Какое у тебя было память? Прямо вообще главное? Ну, всегда неприятно проигрывать или вылетать в первом круге. Потому что ты стараешься в третий сезон всю готовиться. И еще на улице снег лежит, а ты уже отдыхаешь и не хочется ни тренироваться. Играешь в футбол в набережной. Играешь в футбол, да. Поэтому тяжело. Где-то месяц-полтора проходит и уже хочется опять играть. Но в целом свое время опять готовишься, опять усилия прикладываешь. Ну, банальный вопрос. Самое запоминающее. То есть это царжество. Ну, тут безусловно чемпионство. Потому что для меня это было первое чемпионство. И хотел, ну, и опять же, наш друг первый трехкратный оборудователь. Играем, поэтому это очень дорогой стоит. И вообще стать чемпионом это очень здорово. Это на всю жизнь запомнился. Можно будет потом рассказывать, как становились чемпионы. Поэтому, ну, я думаю, что еще стоит стать чемпионом. И мы в этом году заряжены именно на чемпионство. В последний раз все еще впереди. Разменяли 500 матчей. Пятикапки разменяли. Будем достигать. Да, достичь. Достичь новые вершины. Новые победы. Вместе с командой. Вместе с болельщиками. Вперед. За сколько? Завтра 501-й. Сибирь, Новосибирск. Акбар, Казань. Как вы без Зарипова? Ну, конечно, нам мастера такого перехватать будет. Но нужно уметь играть в таких ситуациях. У нас много других мастеров. Поэтому он должен слышать. Он только меня поддерживает. Да. Вот не хватает нам Зарипова, как показывает практика. Как в воду глядел. Отличное интервью. Его надо в гости. Надо, чтобы он попал в список ротаций. Слушай, Лоран, а ты тоже сможешь 500 сыграть? Сыграть. За «Зенит». Конечно. С удовольствием. У вас только там игр надо. Тебе надо лет 50 быть, чтобы 500 игр сыграть. Нет, нет, нет. Не 50. А, ну с учетом европейских турниров, которых сейчас много на вас сваливается, то, наверное, можно. Ну, больше, наверное, кубковых игр, где там их без выходных сразу по 5, по 10 игр. Поэтому, я думаю, они больше, наверное, принесут. Слушай, ну в Европе такая поддержка болельщиков просто мега там ходит с семьями. Почему у нас народ не ходит на волейбол? Ну, на самом деле, стали сейчас больше ходить на волейбол. Здесь согласен, да? Да. Хороший маркетинг у нас в Казани. Но там, я не знаю, там они вот действительно... И билеты в 100 рублей, ребят. Волейбол. 100 рублей и билеты. Вот от 5, там, до 50 евро, наверное. Какие люди ходят. Лоран, а сегодня сборная России играет против Словени. Как ты думаешь, кто выиграет? Я думаю, наши. Я думаю, наши. Я думаю, наши. Словенцы? Нет. Наши ребята, я думаю, очень большая роль сыграет подача наших ребят сегодня. Вот. И думаю, 3-0, 3-1. Вот в составе сборной вот этой России по волейболу тебе кто из игроков по стилю нравится? По стилю? Отдачи? Ну, мне нравится... Ну, наверное, Саша Булько. Он прям... Ну, молодец. Прям любовь. А что надо сделать, чтобы тебя мы там увидели? Работать. Стараться. Линдия. Нет. Я заступаюсь полностью за Лорану и готова приступить к нашему блицу. Можем задать вопросы. В каждой команде есть какой-то взрывной такой человек. Вот эмоциональный. У нас это... Опять в слова ты ушел. Опять я забыл его фамилию. Волков такой же вот импульсивный. А кто у нас сейчас такой? Извините. Кто будет в этом сезоне взрывателем эмоциональный? Артем Вольвич. Ну, да. Он такой тоже. Я иногда могу так крикнуть, запрыгнуть. Ну, все. Таких прям явных. Крикунов нет. Твоя любимая комбинация, ты пасущий, ты делаешь игру. Вот твоя любимая комбинация какая на данный момент? Тебе прям вот, когда сбивает, ты прям кайфуешь прям. Ух, вот. Что это? Называется комбинация пайп. Это когда игрок в задней линии выпрыгивает. Да. И там обычный бейсбок, он со всей силой вкалачивает. С кем у тебя лучше эта комбинация, с кем лучше получается? С Андреем Салмачевским. С Салмачевским. Ну, он клевый. Он очень молодой, он талантливый. Да. И красиво играет. Вообще волейбол красивая игра, но хоккей лучше. Извини. Извини. Ну, нам нужно будет взять... Сейчас палочку небольшую сделаем. К нам подключится теле-аудитория. Ну что, приветствуем вас снова, дорогие зрители ТНВ. Мы по-прежнему здесь с вами и в официальной группе ВКонтакте. Хоккейный клуб «Акбар» с нами в гостях связующий Лоран Олегна. Лоран, ты помнишь, сколько матчей сыграл за «Зенит»? Не считаешь? Нет, я не считаю. Я где-то читал, но я уже забыл, на самом деле. Я думал, где-то 100-150, плюс-минус. Вот ты голубоглазый красавчик. Есть ли шансы у наших казанских девушек? Да, шанс есть всегда. Просто пока нет. В общем, шансы есть, девушки. Сейчас никто не видит Зухра, ему там ногой на ногу наступает. А вот и нет. Слушай, я всегда переношу какие-то моменты с хоккея в волейбол. Что будет, если взять и вести тоже в волейболе, за что-то удаление на две минуты? Представляешь, шестером против пятерых – это же здорово? За что можно такое удаление без замены удалять и все? Желтую карточку показывать? Да, спор с судьей. Ты только судьей. Ну да, а так таких нет. Ну там вот неправильный пас две минуты, все, иди отдыхай. Нет, это тактически нельзя. Ну там контакта нет у нас, поэтому так тяжело. Когда много спорят с судьей. Что в хоккей… В волейболе есть такой термин «эйс», когда подача в чистую залетает. Что бы в хоккей ты это назвал, вот эйсом? Хоккейный эйс. Хоккейный эйс – бросок вдалекам. Ну от центра поля, то есть? Ну да, да, да. Клево. Я предлагаю, что вот такие броски надо за два засчитывать, или даже за три в баскетболе. Да. Вопрос. Сергей Тетюхин или Данис Зарипов? Данис Тетюхин. Это было оригинально. Кто самый лучший хоккеист в истории хоккея, по-твоему? Данис Зарипов. Красавчик. Что страшнее, прыгнуть с вышки или блок поставить под какой-то мощнейший нападающий удар? Прыгнуть с вышки. Ну да, потому что блоков-то много ставится. Этот вопрос мы задаем всем. Почему хоккеисты больше зарабатывают волейболистов? Потому что популярнее. Только? Да, и там, наверное, ну вообще просто другие деньги из-за этого будет в спорте крутиться. Вот и все. Что страшнее, удар Макса Михайла атакующего или щелчок защитника Акбаса? О, я думал щелчок, потому что мяч-то он мягенький. Ну, правда, я уже попал в больничку после Макса, но я думаю шайба. Ну, у вас ноги в основном, ноги и пальцы? Да, ноги, пальцы. Да, в основном. И последний вопрос. Какой вид спорта более мужественный? Синхронное плавание или художественная гимнастика? Наверное, художественная гимнастика. Более мужественная. Ну... Такой выбор. Ну да, наверное. Спасибо большое, Ларан, что пришел к нам. Спасибо вам. Нам было очень приятно, что ты задержался на два перерыва. Напомню, что у нас от Ларана есть конкурс. Еще раз озвучь. Кто мой любимый хип-хоп исполнитель зарубежный? И вы можете стать владателем его футболки. Передаем слово нашим коллегам. Гимнаторам и встречаемся после игры. Удачи, Акбарс. Давай, соберись, вперед.